Время новостей на АСТ в студии Наталья Ветрова. Здравствуйте и коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу две легенды в Иркутске. Это альпинист Владимир Сувига. В его списке восьмитысячники и семитысячники. А также гроссмейстер Сергей Корякин. Сегодня он открыл турнир по быстрым шахматам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На улице рабочего штаба в Иркутске ограничили движение транспорта. Это необходимо для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта. В этом месте произошла коммунальная авария. Ограничение проезда действует по одной полосе проезжей части с 9 вечера 21 мая и продлится до 5 вечера 5 июня. Водители просят заранее планировать свой маршрут. На 72% готова новая трасса в обход у Соли-Сибирского и поселка Тельма. Подрядная организация работает согласно графику. Когда жители при ангаре смогут прокатиться по новой скоростной дороге, узнаете из нашего сюжета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна из главных задач – контролировать на пульте управления рабочий процесс. Помощники машинистов-укладчика следят за уклонами покрытия, уклонами температуры. Входной контроль проводит также дорожно-строительная лаборатория. Важно контролировать и толщину слоя. Она должна соответствовать всем проектным решениям. Сесть с половиной слоя. Это в неуплотненном виде. В уплотненном виде толщина слоя составит 5 сантиметров. На верхний слой дороги подрядчик дает пятилетнюю гарантию. А вот нижний прослужит на несколько лет дольше. Новый участок делают в соответствии со всеми требованиями безопасности дорожного движения. Но самая долгожданная – дорога будет короче предыдущей на 3 километра. Пути вы проведете вместо двух часов всего лишь 40 минут. Также увеличится пропускная способность более 14 тысяч автомобилей в сутки. А это значит, что аварийность на дороге снизится. Четыре полосы движений и протяженность 42 километра. Таким будет новый участок федеральной трассы «Сибирь». Дорога пройдет в обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма. Мы завершили работы по устройству земляного полотна. Вышли сейчас на финишный этап устройства дорожной одежды. То есть, как мы видим, сейчас находимся, где идет устройство верхнего слоя покрытия. Стройконтроль регулярно берет пробы и проверяет качество покрытия. Кроме этого, здесь выполняют строительство подпорных стенок на пяти путепроводах. Укрепляют надземный пешеходный переход, планируют установку освещения и многое другое. Ежедневно в две смены на строительство выходит более 400 человек и 80 единиц техники. Будет установлено порядка 66 километров металлического барьерного ограждения. Будет установлено 532 дорожных знака на транспортных развязках. Также будет установлено порядка 2000 сигнальных столбиков. Участок дороги войдет в международный транспортный коридор. Он свяжет Россию, Монголию и Китай. Все работы планируют завершить в октябре 2024 года. Дарья Пастушенко, Константин Синицын. Новости сейчас. ДТП, в котором пострадал ребенок, на контроле у прокуратуры. Женщина-водитель не справилась с управлением, в результате чего 4-летняя девочка получила ушибы внутренних органов и его доставили в больницу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения. Прокуратура напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками. Родственников красноармейца Степана Иосифовича Черепкова разыскивают в Иркутской области. Его останки подняли при проведении поисковых работ в Ленинградской области. 13 мая специалистам удалось расшифровать надписи с его медальона. Родственников участника Великой Отечественной войны просят обратиться в региональное отделение поисковое движение России по телефону 8-914-003-7824. Мы обращаемся ко всем, кто имеет какую-либо информацию, для того, чтобы связались с нами. Мы мечтаем, что данный солдат Степан Григорьевич вернется к нам на родину благодаря проекту «Дорога домой». Мы окажем всю посильную помощь и содействие в сопровождении солдата на родину. В 2024 году поисковые отряды региона выезжали на территорию Новгородской и Волгоградской областей. В экспедициях участвовали 65 человек. По итогам раскопок поисковыми отрядами нашли 29 останков воинов и их личные вещи. Всемирный день памяти жертв СПИДа отмечается каждое третье воскресенье мая. Сегодня в Иркутске прошла пресс-конференция, приуроченная к этой дате. Специалисты обсудили тему профилактики ВИЧ-инфекции в Приангаре. Эту работу постоянно меняют по запросам жителей региона. Ориентируются на возраст, социальный статус и многое другое. К примеру, в некоторых образовательных учреждениях проводят беседы с учениками. Как отметили спикеры, говорить с молодежью об этом важно и чем раньше, тем лучше. Хотелось бы, чтобы это было вообще в принципе в школах. То есть социальные педагоги или учителя проводили такие беседы с детьми. В чем мы столкнулись с проблемой, что не все готовы это говорить, обсуждать. Как раз молодежь, то будущее, которое в нашем регионе актуально для нас и больше, наверное, должно быть вовлечено в профилактическую работу. И опять же мы отмечаем благодаря вот такой деятельности именно с молодой аудиторией снижение случаев ВИЧ-инфекции, опять же, до 18 лет в возрастной категории. Например, в 2023 году это было всего два случая, а в 2022-2021 годы по 9 случаев в год. То есть мы логично связываем устойчивую профилактику в этой среде с снижением новых случаев. А что знают ракутияне о профилактике ВИЧ-инфекции, что нужно делать, чтобы не заразиться вирусом иммунодефицита человека? Об этом узнала наша съемочная группа, спросив телезритель на улицах областного центра. Предохраняться во время полового акта и не пользоваться какими-то такими медицинскими учреждениями, которые какие-то несерьезные, может быть, чтобы через иголку не заразиться. Как можно продвигать методы, способы профилактики в населении? Ну, больше информации какой-то давать. Мне кажется, это еще на уровне школы надо все закладывать. Ну, наверное, почаще проверять себя, как-то от случайных всяких партнеров воздерживаться. У нас дети сейчас быстро растут, поэтому даже в школе, во всем случае, в старших классах, это не должны быть какие-то специальные занятия, даже, наверное. Исключить беспорядочные половые связи и применение мер барьерной контрецепции. Я думаю, что надо молодежи объяснять, что нельзя с кем попало. С незнакомыми людьми я не имею в виду иметь половые связи. Думаю, что так. Что вы знаете о мерах профилактики ВИЧ-инфекции? Да. Ну, надо сдавать кровь, проверяться стабильно, постоянно. И как бы предохраняться. И теперь главное к этому часу. Многодетным матерям предложили дать право на досрочную пенсию. Предполагается, что женщины, которые родили четырех детей, смогут уйти на пенсию в 52 года, а трех в 54. Сейчас женщины, родившие четырех и трех детей, и воспитавшие их до возраста 8 лет, выходят на пенсию по старости по достижении ими возраста 56 и 57 лет соответственно, но при наличии необходимого стажа. В России запретят списывать долги с пенсии и пособий детей-инвалидов. Такой законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Речь идет о тех случаях, когда пенсию за несовершеннолетних инвалидов и те, кто признан недееспособным, получают их родители, усыновители или опекуны. Сейчас при проведении исполнительных процедур в отношении этих людей средства инвалида также могут попасть под взыскание. После вступления закона в силу под защиту будут взяты не только пенсии детей-инвалидов, но и социальные доплаты к пенсии и доплаты по случаю потери кормильца. Более половины россиян рассказали, что главное условие хорошего отпуска для них – это посещение новых городов. 42% заявили, что для них важно отдохнуть на пляже. Треть предпочитает круиз на лайнере по океану. Почти 25% наших граждан предпочитают провести время в дорогом отеле или на даче. Шопинг-тур и звездные курорты оказались наименее популярны. Поощрительные стипендии вручили ученикам и учителям Иркутской школы номер 27. Торжественное событие прошло по предложению депутата Александра Друзенко. Обязательным условием при отборе кандидатур было активное участие в жизни школы. Речь идет не только об учебе, но также о спорте и искусстве. На награждении присутствовали мои коллеги Елена Собинникова и Иван Прокудин. Звуки аплодисментов из актуазала слышны даже на улице. Так восторженные ученики школы номер 27 приветствовали своих товарищей и старших наставников, которые получили почетные стипендии. Инициатива поощрять отличившихся принадлежит депутату Думу Иркутска Александру Друзенко. Деньги выделены из личных средств народного избранника. Подобное мероприятие проходит уже второй раз и стало традицией. Мы решили сделать дополнительный способ поощрения наиболее талантливых и одаренных учеников. То есть это не конкретно за успехи в учебе, потому что есть какие-то ведомственные поощрения, а иные стипендии, красные дипломы, медали. Но именно денежное поощрение, которое позволит человеку выбрать тот приз, тот подарок, который он именно хочет. И это прошло настолько позитивно в прошлом году, что мы решили это сделать нашей доброй традицией и проводить ежегодно. Стипендиальный фонд составляет 100 тысяч рублей на одну школу. В этот раз в 27-й школе награждаемых было 24 человека. Из них 7 педагогов и 17 учеников. Хотя изначально кандидатов было намного больше. 60 человек. Номинантов выбирали методом голосования. Но участникам важно было проявить себя, активно участвовать в школьной жизни. На самом деле очень приятно. Очень приятно, что то, что я делала год, точнее уже два года я работаю в школе, очень приятно, что это как-то оценили. И приятно, конечно, за свою работу получить какое-то вознаграждение и признание, особенно признание при всех учителях и учениках. Учеников же награждали не только за хорошие отметки, но за и проявления в творческой и спортивной деятельности. Также приветствовалась организаторская деятельность на школьном уровне. Просто хорошо учусь, состою в совете старшеклассников, участвую в организации мероприятий, активно участвую в жизни школы. Получить признание всегда приятно. Это отмечают как ученики, так и их педагоги. Стипендия – весомая мотивация для всех людей с активной позицией. Высока вероятность того, что в следующем году еще больше людей выданут свою кандидатуру. Наталья Ветрова, Элина Собинникова, Иван Прокудин. Новости сейчас. Певица Юлия Савича выступит для Иркутян в День города, сообщает администрация областного центра. Артистка приедет с программой «С днем рождения Иркутск». Кроме того, жители столицы Приангария порадуют местные творческие коллективы. Среди них кавер-группы «Пираты» и «Берн», а также Анатолий Замер и другие вокалисты. День города в Иркутске пройдет 1 июня. В этом году праздник совпадает с Днем защиты детей. Поэтому организаторы обещают программу и для маленьких иркутян. Играй гормон. Анализы на гормоны в гемотест. Проверка щитовидной и поджелудочной железы. Обмена веществ мужского и женского здоровья. Владимира Сувигу по праву считают человеком легенды. В его списке восхождение на самые опасные и непокорные вершины гор мира. Такие, как ГАД-2 и Эверест. Сегодня он прибыл в Иркутск, порадовал юных спортсменов. И гроссмейстер Сергей Корякин. Вместе с главой региона он сегодня открыл турнир по быстрым шахматам. Подробности визита двух легендарных людей смотрите в нашем сюжете. Лагерь 3, лагерь 3. Ответьте, лагерь 1 на приеме. Лагерь 3 на приеме. Как самочувствие, Бека, как ночь прошла? Хорошо, нормально. Побудешь на связи, поговорим со вторым лагером, потом будем думать дальше. Прием. Он человек-легенда. В его списке восхождение на самые опасные и непокорные вершины гор мира. Восьмитысячники и семитысячники. Такие, как КАД-2 и Эверест. Последнего он достиг и вовсе без кислородного аппарата. Это Владимир Сувига. Заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму. Заслуженный тренер Республики Казахстан. Его по праву можно назвать ветераном альпинизма. В прошлом военнослужащий родом из Хабаровска. Но, как признается наш герой, горы настолько запали ему в душу, что жить без них он уже не смог. И стал не только альпинистом, но и тренером в филиале ЦСКА города Алматы. А еще Владимир Иванович очень трепетно относится к восхождению на вершины и считает, что он их не покорил, а скромно попросился в гости. И называет себя не покорителем, а восходителем. Легендарный спортсмен четырежды становился обладателем звания «Снежный барс». А на днях Владимир Сувига прибыл в Иркутск с дружеским частным визитом. У меня есть в Иркутске друг, альпинист, серьезный человек. Это Дмитрий Егоров. Мы с ним еще 10 лет назад под пиком Ленина, когда он делал восхождение на пик Ленина, 10 лет назад мы обсуждали вопрос. Я тогда уже сказал, что очень хочу посетить нетленного ламу и тигелого. И он сказал, что реально мы это дело можем организовать. Байкал меня вообще поразил. Это отдельная история. Когда все это видишь, там какая-то совершенно другая энергетика. Тут что-то уже от заоблачных высот. Это уже даже не горы. Это совсем что-то другое. По словам восходителя горных вершин, Байкал его очень впечатлил. После знакомства с озером зародилась идея, чтобы в следующем году приехать снова в наш город. Но уже со спортивным интересом целью стали саяны. В Министерстве спорта Иркутской области не могли пропустить встречу с легендарным заслуженным альпинистом. В теплой и дружеской атмосфере Владимиру Сувиге вручили благодарность за беспрецедентный вклад в развитие спортивного альпинизма и новые горизонты. А также в связи со столетием этого вида спорта в России и 60-летием в Приангарье. Встречаться с такими людьми, как Владимир Иванович, на самом деле важно и интересно. То есть не каждый день встретишься с человеком, который без кислорода поднимался на Эверест. Мы обсуждали действительно те вопросы, которые злободневны будут в части развития альпинизма, как, может быть, такого направления даже не столько спортивного, а сколько и коммерческого. Дал несколько таких советов, в том числе и нашим специалистам, нашим коллегам. Владимир Сувига признался нам, что не ожидал такого радушного приема в Иркутске. Я, конечно, ничего подобного не ожидал. Я не планировал, что я встречусь с такими людьми, которые понимают спорт и видят, что происходит у нас. Гроссмейстер Сергей Корякин вновь в Иркутске. Сегодня он и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев открыли турнир по быстрым шахматам. Состязания состоятся на базе клуба Сергея Корякина. Он появился в столице Приангарья зимой этого года. Турнир начался сегодня, а уже завтра пройдут оставшиеся туры и закрытие соревнований. Я думаю, что борьба будет не шуточная, но самое главное – это опыт, который получат дети. Это игровая практика и очень важно, что подобные турниры проходят. Я считаю, что в Иркутске есть определенный шахматный бум. Очень приятно, что шахматы поддерживаются государством. Я бы хотел лично поблагодарить Игоря Ивановича за поддержку, за то, что мы вместе реализуем ряд инициатив по развитию шахмат. Знаю, что Сергей не только в штабе общественной поддержки шахматный клуб открыл, он открыл его в Суворовском военном училище. И сегодня там очень много его поклонников, поэтому мы не останавливаемся на достигнутом. Там, где будет заинтересованность со стороны образовательных учреждений, высшего, среднего, профессионального образования, общего образования. Мы всегда готовы. Я думаю, что сегодня, когда Сергей участвует не только в Иркутске, но и в Братске, и на северных территориях, можно проводить такие турниры. В этих соревнованиях участвуют мальчики и девочки от 10 до 14 лет. Турнир проходит по швейцарской системе. Количество туров зависит от количества участников. Двух победителей – мальчика и девочку – ждет летний приз. Они получат путевки от Сергея Корякина в детский лагерь «Артек». Кристина Осаян среди участников делится, что хочет выиграть главную победу состязаний. Моя мама мне сообщила об этом турнире и сказала, что здесь будет Сергей Корякин. Я планирую выиграть, добавить грамоту в свое портфолио и поехать в «Артек» на эту путевку. Дарья Андреева, Малена Мартынова, Артур Рощупкин, Сергей Коваленков. Новости сейчас. Они мечтают играть в сборной России и клубах НХЛ. И на пути к своей цели уже покорили много турниров. Сегодня в Иркутске наградили лучшие детские хоккейные команды. Вручение грамот и значков, подтверждающих спортивные разряды, провели в Доме молодежи. Кто ярче всех выступил в уходящем сезоне, расскажет Александр Гаврилов. Команда «Олимпия-2013» провела один из самых успешных своих сезонов. В этом году 11-летние звездочки покорили разные хоккейные корты. Так в марте они взяли золото последнего этапа соревнований между командами СФО. Конкуренция там была сильная, поэтому в заключительных матчах парням было непросто. На первый сезон у «Олимпии» более глобальные планы. Среди них победа на первенстве России. Мне очень понравился сезон. Тем, что мы участвовали на России, очень понравилось. Мы заняли второе место по всем командам в России. Следующий сезон у нас пройдет, что мы выйдем в группу А и попытаемся занять первое место. Какая у тебя мечта связана с хоккеем? Попасть в «Анхелл» и выиграть кубок Стэнли. За иркутскими юниорами следят без преувеличения во всей стране. Многие из этих ребят на карандаше у скаутов больших российских клубов. Сегодня игрокам «Олимпии» и другим командам, проявившим себя в прошедшем сезоне, также вручили спортивные разряды. Показали хороший уровень. Ребята, считаю, очень сильно добавили, занявшие первое место. Сейчас у нас планы какие? Сейчас заканчиваем сезон. Будет пауза около полтора месяца и будем готовиться на сборах уже в августе к следующему сезону. Хоккейные клубы такие, как «Сокол», такие клубы, как «Санкт-Петербургская». То есть очень много ребятишек, конечно, уезжают. Но опять же уезжают из-за чего? Что у нас здесь нету ЮХЛ, МХЛ, команды мастеров. Они едут, естественно, там, где есть дальше продолжение. Хотелось бы, конечно, чтобы в Иркутске у нас также дальше развивался хоккей, чтобы ребята не уезжали, оставались здесь играть и росли, и, так сказать, радовали своих болельщиков. Награждение стало завершением сезона детского хоккея в Иркутске. Отметили шесть городских команд. Помимо ручения почетных грамот и значков со спортивными разрядами, руководители профильных федераций вместе с родителями обсудили перспективы развития детского хоккея в областном центре. Всероссийские соревнования, на которых ребята участвуют, это в первую очередь. Ну, естественно, те команды, которые именно в городе Иркутске заняли достойные места на той же «Золотой шайбе», на областных соревнованиях, на городских, на всероссийских. Это именно городские команды, не областные. Сейчас в областном центре тренируются более 20 детских хоккейных команд. А городская федерация проводит десятки разных турниров. И впереди мальчишек ждет еще очень много побед. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. И я напоминаю, что вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте istv.ru и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну, а у меня на этом все новости дня сегодняшнего. Берегите себя и оставайтесь с нами, ведь мы работаем для вас.